Получить необеспеченные потребительские кредиты станет проще. С начала сентября Центробанк смягчает условия их выдачи. Регулятор снижает значение надбавок коэффициентом риска. Необеспеченный кредит означает, что заемщик может взять его, не предложив взамен никакого залога или взноса. Коэффициенты риска учитывают вероятность выплаты кредита, а надбавка – это необходимая сумма, которая должна быть зарезервирована в банке для покрытия возможных потерь. Как отмечают финансовые аналитики, с начала года банковский сектор заработал более 760 миллиардов рублей прибыли. Но из-за пандемии коронавируса возросла просрочка платежей, и некоторые кредитные учреждения оказались в тяжелой ситуации. Благодаря послаблениям ЦБ банки не будут приостанавливать выдачу кредитов. А вот должники с сентября смогут объявить себя банкротом бесплатно и без судебного решения. Как рассказывают эксперты, мера коснется тех, чей долг не превышает 500 тысяч рублей, поскольку у таких граждан часто нет денег на судебные сдержки. Они в среднем составляют около 150 тысяч рублей. Законодательная инициатива как раз предусматривает возможность вне судебного банкротства через подачу заявлений в МФЦ, когда лицо, само должник, подает заявление и просит признать его банкротом. Через полгода, если это лицо соответствует критериям, установленным законом, он считается, скажем так, упрощенно очистившимся от долгов. В отношении лица должно быть завершено исполнительное производство либо прекращено, это МФЦ специально проверяет, и у него должно отсутствовать иное имущество. С 5 сентября в стране заработают новые правила тарификации ОСАГО. Стоимость автогражданки водителям будут рассчитывать индивидуально. Страховые компании получают доступ к базе ГИБДД, но пока не получили. Они имеют возможность устанавливать свои собственные коэффициенты, но они должны эти подходы публиковать на своем сайте. То есть кроме возраста, стажа, аварийности водителя, будут учитываться другие факторы. То есть и правила дорожного движения, возможно дополнительно будет учитываться возраст еще раз, там может учитываться и семейное положение, и кредитная история. Возможно там кто-то установит телематические системы для своих застрахованных и будет тоже учитывать это в тарифах. Еще одно важное изменение – клиенты банков смогут претендовать на возврат части страховки по кредиту, если они его погасили досрочно. Также россиянам разрешат брать займы без покупки страховки.